Не осталось здоровых почек, россияне молятся за Кабаеву. Кабаева попала в скандал. Гимнастка предпочитает вести затворнический образ жизни. После завершения спортивной карьеры она буквально отдалилась от публичности, а информация о ее личной жизни появляется в прессе. Со слов всяких анонимных источников в кавычках. Алина Кабаева не светится в скандальной хронике, хотя раньше на ее счету был ряд неприятных инцидентов. На чемпионате Европы в Женеве в 2000-х звезда взяла все золотые медали, а потом также отличилась на чемпионате мира в Мадриде. Все было идеально, однако через пару недель после соревнований появилась информация о том, что гимнастку подозревают в допинге. В итоге экспертиза показала добавку, содержащую форосемит. Журналисты решили вспомнить эту историю и неспроста. Тогда Алину Кабаеву лишили золота, а ее тренера Ирину Винер, которая якобы не знала о том, что ее воспитанница принимала добавки, также оказалась в центре скандала. Да, в то время наглотавшаяся таблеток спортсменка пошла ко дну, однако ситуация помогла избавиться от препаратов, которые могли бы разрушить ее организм. Терапевт Ирина Ярцева решила рассказать, чем могло обернуться пристрастие гимнастки к добавкам. Она отметила, что их прием – довольно распространенная практика у спортсменов, которая помогает в подсушивании, однако последствия могут быть страшными. Этого делать категорически нельзя, так как почки перегружаются и разрушаются, происходит распад мышц, рассказала медик о препаратах, которые нашли в допинг-пробе Алины Кабаевой. Алина Кабаева – спортсменка, политический деятель, менеджер. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря пятикратному достижению титула «Чемпионки Европы по художественной гимнастике» не менее серьезных успехов. Спортсменке удалось достичь на поприще общественной и политической деятельности. Но не только этими моментами привлекает внимание публики биография Алины Кабаевой. Ее личная жизнь окутана орелом секретности, в первую очередь из-за предполагаемой близкой дружбы с президентом. Отметим, что в начале декабря 2022 года в Сочи состоялись соревнования «Небесная Градца», организованные благотворительным фондом Алины Кабаевой. Идея турнира также принадлежит олимпийской чемпионке 2004 года. Проект уникален тем, что спортсменки выступают не по общепринятым международным правилам. Помимо стандартных упражнений с обручем, мечом, булавой и лентой гимнастки, подготовят выступление со скакалкой. Всего в состязаниях участницы из 14 стран. Алина Кабаева редко дает интервью, стараясь держать информацию о своей биографии подальше от посторонних глаз и ушей. Она предпочитает лишний раз не мелькать в прессе, но титулованную спортсменку по-прежнему можно увидеть на мероприятиях, касающихся художественной гимнастики, главного дела всей ее жизни. Субтитры создавал DimaTorzok